привет дорогие друзья ях мои дорогие любимые зрители те которые во время прямого эфира наговорили мне кучу комплиментов для вас для вас я снимаю это видео я хочу с экрана снятищу тест запись с экрана также тест по соционике о котором я говорила в своем прямом эфире последнем от 25 до будем говорить в общем нашла находите заходите в google ну например google любой поисковик набирайте тест по соционике тест соционика и я вот выбрала соционика тест гуленко можете любой другой ну вот мне просто гуленко понравился я остальные правда не проходила так ну давайте вот заходим и начнем я уже проходила его получила результат а сейчас я боюсь вдруг отвечу по-другому получу другой результат посмотрим начать нажимаю так вопрос первым не лучше когда работать надо быстро не замедляясь и не отступая мне лучше дается медленная и вдумчивая работа я бы и первую я вот свет всегда колеблюсь мне и первый случай тоже нравится когда надо работать быстро не замедляясь и не отступая но когда эта работа тупая такая как монотонная а когда эта работа медленно вдумчивая лучше работаю медленно так вопрос 2 в целом я обладаю равномерной работоспособностью живу периодическими подъемами и спадами энергии хотя хотя я вообще человек малоэнергичные спады энергии у меня случаются все-таки я почему-то выбираю ответ равномерно все-таки я более-менее равномерно читаю равномерная работоспособность не знаю свойственно ли она мне как-то почему-то полагаю что да вопрос третий при необходимости я легко справляюсь повседневным бытом повседневная текучка меня так угнетает что я часто запускаю быть быть я запускаю однозначно так вопрос 4 я всегда спрашиваю себя почему мне нравится или не нравится этот человек вопрос как он она ко мне относится я задаю себе только при необходимости нет я выбираю первое всегда спрашиваю почему почему мне нравится или не нравится 5 без труда вступаю в разговоры всказываю свое мнение нет это не про меня ожидаю удобного момента чтобы высказаться да это про меня шестой если работа не пошла не долго думаю переключусь на другую деятельность не сделанная работа долго не идет у меня из головы до переключаться я могу но не недолго думаю с мучениями а вот что не сделанная работа долго не идет у меня из головы это да мне проще реализовывать или внедрить чем придумать что-то с нуля мне проще придумать что-то чем воплощать его в повседневную реальность я помню что я выбирала второе ответ хотя я о себе всегда думаю что я неплохой исполнитель в том смысле что я могу хорошо понять если мне объяснят концепцию и пытаться ее воплотить так вопрос 8 главную информацию о человеке я получаю от выражения его лица или интонации в оценке людей я доверяю лишь документов и независимым характеристикам от выражение лица часто интонации я на это обращаю внимание особенно сейчас с опытом жизненным документам и независимым характеристикам нет доверяя меньше так что 1 хотя вроде бы это более педантично до документом доверять по локации на документ но они могут врать мне бывает легче понять других чем свой собственный характер мне более понятны свои собственные поступки чем мотивы других людей вообще единственный человек ком я хорошо разбираюсь это я сама поэтому второй вопрос вопрос 10 если надо могу долго заниматься одним и тем же пока не завершу его не знаю не могу себя заставить заниматься одним и тем же делом долго я не помню что я выбрала в первый раз так когда получил тот результат которому должны прийти тем будет тем более занятна так в общем я предпочитаю завершить хотя бывает что бросаю например вязание шитье хорошо воспринимаю лишь конкретную и наглядно представимую информацию хорошо воспринимаю абстрактную информацию которая требует воображение безусловно 2 12 вопрос нередко мое первое впечатление о человеке впоследствии подтверждается очень часто не стану судить о человеке по первым субъективным впечатлениям вот не помню что я вообще разумнее вроде бы второе но часто часто бывает что я что первое впечатление она потом стирается меняется а потом хоп жизнь показывает что вот первое впечатление было самое верное принимаясь за новые новые дела как только разобрался со старыми вопрос 10 ой 13 все время сдерживают круг забот чтобы со всем справиться желательно но у иного дела как только разобрался со старыми люблю новые все время сдерживать круг забот чтобы совсем нет это не про меня 1 14 в основном действует так как предварительно настроился до действую часто спонтанно как сложится ситуация это было бы неплохо но я все-таки консервативно и мои предложения отличаются конкретностью и опытом решения подобных задач пожалуй про меня мои предложения отличаются необычностью и учетом отдаленных последствий тоже неплохо нет конкретности выбираем я сразу чувствую если кому-то не нравлюсь даже если он это скрывает нет я долго сомневаюсь прежде чем удостоверюсь что ко мне относятся с антипатии не чувствую я очень часто зачистую монету принимаю нередко сожалею что проявил излишнюю активность нередко отмечаю что мне надо было быть более активным второе чаще хотя первое тоже случается чтобы выполнить скучную необходимую работу мне приходится заставлять себя до чтобы выполнить скучную работу мне надо периодически переключаться или отвлекаться первое 19 мне нравится помечтать и представить ситуацию с другой неожиданной стороны размышляя о ситуации я стараюсь представить ее наглядные во всех подробностях нет первое со мной не случается 20 вопрос от меня очень трудно скрыть обиду или недовольство не трудно обиду или недовольствие замечаю когда и проявляют открыто 21 я человек в целом открытый я человек в целом сдержанный не для открытой 22 мне трудно работать в режиме частых переключений между несколькими делами переключаюсь сразу между несколькими делами я чувствую себя вполне нормально я трудно себя чувствую 23 вопрос заняться чем занявшись чем-то интересным я могу забыть о других своих планах бывает я редко забываю то что наметил себе сделать даже если увлекся ну и так тоже бывает бывает что забываю я не педантично о ком-то забыть могу подвести 24 выходя из дома я невольно отмечаю настроение людей которые идут мне навстречу я совсем не замечаю других людей выходя из дома думаю лишь о том как бы не опоздать ничего не забыть у меня есть потребность рассказывать и показывать не без этого мне спокойнее когда слушаю наблюдая при этом да мне спокойнее когда слушаю и наблюдаю хотя я люблю рассказ вот я же сейчас выступаю 26 вопрос частые перерывы выбивают меня из рабочего ритма в которые втянулся до часто перерыв позволяет мне удерживать интерес к тому чем занимаюсь нет первое 27 задумавшись могу проехать свою установку или потерять какой-либо предмет но бывает я практически везде стараюсь быть собранным и внимательным нет я могу задуматься потерять еще резко теряю задумываюсь часто 28 обычно я сразу чувствую когда человек лжет или преувеличивает чтобы не быть обманутым я ищу надежные факты и доказательства второе что ли хотя я чувствую но я живу сейчас опытом когда человек лжет или преувеличивает но я не могу сказать ой аналитик пробеспьер да вот этот ваш социотип аналитик пробеспьер логика интуитивный интроверт про это сын сказал да это точно о тебе читать о социотипе давайте читать робеспьер такой что мы знаем о робеспьере я ничего не честно говоря кроме того что он автор французской революции как выше общее описание обладает развитой логикой и способности к анализу умеет четко отделить главное от второстепенного структуры классификации концепции его стиль объективный резок суждениях и принципиальных оценках не устраив объективен да не устраивающие его правила или указания игнорирует при этом второе разобравшись проблеме выдвигает принципиально новые решения терпим к другим точкам зрения и стилем жизни его поведение часто непонятно окружающим так как многие решения он принимает интуитивно по догадке часто имеет какое-либо увлечение в котором постоянно совершенствуется беседу поддерживает только тогда когда она касается значимых для него тем 3 плохо разбирается в чувствах людей упрям и не гибок в отношениях не мне судить скрытен очень не любят непрошенных гостей пожалуй не умеет их занять это самое точное не умею занять осторожен в общении часто держится на дистанции чем больше симпатизирует человеку внутренне тем меньше демонстрирует свою заинтересованность внешне упорно сохраняет ту систему отношений которые привыкли просто отвлекаюсь на оповещение всплываю в быту скромен согласен довольствоваться минимум удобств повседневные домашние обязанности его угнетают точно несмотря на упрямство плохо развитые пробивные способности абсолютно точно не умеет подчинять людей абсолютно точно в критических ситуациях довольно нерешительным точку от него ничего не добьешься принуждениям тоже тоже верно внешность внешность ли то есть логика интуитивного интроверта имеет ряд характерных особенностей позволяющих хорошо идентифицировать этот тип личности вот но надо же как исследовали даже на расстоянии научиться поищу для него очень характерно аскетическое лицо разве что вот сейчас в возрасте аскетическое так то место было такое подушка они лицом для него и сейчас наверно для многих подушек для него очень характерно аскетическое лицо об аскетизме можно говорить по двум причинам во первых самоустроение лица часто напоминает средневековые профили своей угловатостью сочетанием круглых частей обычно нос крупных частей обычно нос но это не про меня с малыми обычно подбородок умер все наоборот у нас маленький подбородок большой а также скулами и надбровными дугами ну не знаю скулы да во вторых выражение лица на расстоянии всегда воспринимается как совершенно без эмоциональная суровая хмурая но не вам судить в это меня видите эмоционально цвет лица как правило бледный бескровный ну да я не румяна мужчины этого типа тяготеет коротким стрижкам мура у ли и в большинстве случаев худая в большинстве очень характерный признак позволяющий уверенно предполагать принадлежность человеку данному социал типу прогиб фигуры назад несколько выпеченный живот я я правда сутуза сейчас походка линия неуверенная несколько виляющая иногда даже складывается впечатление что он не знает куда идти бывает в минуту возбуждению он действительно мечется из стороны в сторону как бы прокладывая путь в пространстве на ощупь одевается ли и мужчины не броско не желая привлекать к себе излишнее внимание однако для него характерны колебания в стиле одежды иногда он бросается из крайности в крайность то наряжается по моде то является за трапезным видом стиль одежды женщин этого типа можно назвать французским в нем прослеживается подчеркнутая оригинальность нестандартность желание вытереться манера общения ли ведет себя с незнакомыми людьми очень сдержанно отчужденно соблюдает далекую психологическую дистанцию первым инициативу знакомства не проявляет его речь очень четкая логическая материал излагает очень связано я очень надеюсь хотя меня упрекают часто в комментариях в начале обычно высказывает абстрактное положение а потом приводит конкретный пример иллюстрирующие или подкрепляющие эту мысль но это если я подготовлюсь конечно если не надо кого-то убедить возможен и обратный порядок вначале приводится ряд примеров а затем следует обобщающий вывод логика его речи особенно когда отстаивает какие-либо идеи во время спора очень жесткая категоричная лишние подробности всегда отсекают его интересует лишь общей закономерности во время беседы или выступления проявляет эмоциональность которую в нем поначалу трудно заподозрить эмоции по мере возбуждения приобретают сильный драматический характер глаза вспыхивают соматическим блеском тем не менее старается вести себя при этом подчеркнуто корректно беседу поддерживает только тогда когда она ему интересно да свое мнение по безразличным для него вопросам не высказывает предпочитает отмалчиваться особенности поведения внимательно от нас относятся к людям всегда дает возможность человеку высказаться так как считает что у каждого человека есть какие-либо способности да я так что старается по крайней мере не мешать человеку раскрыть их очень терпим к другим точкам зрения не отвергает сразу ни одно предложение старается проверить все на деле в поведении очень скрытен не распространяется ни о своих делах не о личной жизни со стороны даже может показаться что у него вообще что у него и ее вообще нет для него характерно очень большое стремление к независимости его устраивает только полная свободу в деловой активности стремление к свободе сочетается с чувством ответственности не требователен а часто безразличен к еде и ее оформлению увлекшись работой отказывается от обеда в быту скромен согласен довольствоваться минимум удобств часто имеет какое-то увлечение которому фанатично следует течение длительного времени при этом ему совершенно безразлично что говорят о нем окружающие ну по большому счету да никогда не выпячивает свою жизненную позицию живет своими интересами не устраивающие его правила или приказание просто игнорирует большинство людей ли не понятен и от него стараются держаться на расстоянии вот такая характеристика так здесь есть еще какие-то другие характеристики в семье видео долгое да я уже 19 минут пишу так соционика аналитик интеллектуальный уровень первое полученные знания упорно приводят систему независимо от их характера старается собственные создает собственные концепции по единой логике сложный многомерный предпочитают компактную предельно сжатую информацию хотя может развернуть ее до необходимого объема второе интересуется стыками различных научных направлений доверяет аналогиям сравнениям процессов происходящих в очень отдаленных друг от друга областях 3 специалист по усовершенствованию имеющихся знаний доведению до логического конца их пропала без меня наука теоретические разработки со временем приспосабливаются под практическое применение приспосабливает под практическое применение очень много и напряженно думает используя для этого любой повод и подходящий отрезок времени я удивляюсь неужели не разве не все я всегда думаю о чем погружается в размышления при монотонной работе взгляд насквозь отсутствующий прозрачный холодный мыслит очень независимо разобравшись проблеме может выдвинуть принципиально новое решение как приятно слышать о себе такое социальный уровень 1 не лидер в социуме в деловой сфере на вторых ролях как глубокий специалист своей области хорошо бы второе второе положение в группе держится независимо несколько отстраненно занимается не не столько общим делом сколько конкретной своей частью которую он выбрал сам вообще не очень осторожен сторонник дисциплины и порядка основанных не на нажиме она долги личной ответственности 3 запаслив и бредусмотрителен в области финансов если бы это было так колеблется в деловой активности долго думать прежде чем на что-то решится это правильно это про меня четвертое умеет распределить время чтобы все успеть но если бы если бы к началу работы обычно приступают к запозданиям и тогда поэтому ближе к концу ускоряет темп из-за чего может пострадать качество работы но сырой результат его не смущает если надо впоследствии вернется назад и переделает до психологический уровень 1 осторожен и формально в общении с незнакомыми людьми и с теми кто ему безразличен скрытен негостеприемен и не страдает от этого не боится отрицательного отношения к себе не боюсь не ждет от других людей и общество подарков для себя внутренне готов к различным вариантам развития событий игнорирует насилие силовое давление неужели очень не любит прессинга отрицательных эмоций настроен на легкое не напрягающее ни к чему не обязывающее общение с близкими у него у него если у них плохое настроение обязательно подойдет и спросит а посторонние как бы не существует для него четвертое бывает общительным и остроумным в узком кругу близких людей которым симпатизирует если они демонстрируют дружелюбие положительные эмоции физический уровень первое не любит заниматься быта но втянувшись медленно осваивать все то что должен делать муж жена и т.п. в быту скромен согласен довольствоваться минимум удобств не любит перемен медленно осваивает новое пространство третье не ловок и не поворот в физических движениях как сон способные лавки бывает добывает и иногда иду почему-то как слой задеваю людей наступая на ноги задев кого-то бедром могу вдруг неожиданно придать ему ускорение хотя бы я вроде не такая широкая так особенно неуклюже ведет себя в присутствии лиц противоположного пола ха 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 да возможно бывает бывает что спать ткнешься на улице при виде какого-то мужчины не имеет каких-либо определенных пристрастий в одежде отношении есть какая-то одежда нужно ее носить стремиться одеваться без вычурности и искусственных украшений но нет не про меня я люблю красиво одеваться хотя не всегда получается так что значит в работе нет ребята я не это хотела вам зачитать где-то рабеспьерка была рабеспьерка подчиненный сильные стороны имеет хорошее аналитическое мышление сильно развитую логику умеет выделять главное и отсечь второстепенное в анализированном пространстве любит обобщать факты которые разбираются в схемах классификации и структурах ладно давайте проработать мне что-то не очень интересно да вы же не собираетесь меня брать на работу и я не собираюсь вас брать на работу давайте поищем так соционика пробеспьер не хочу переключать же без пержим еще какой мечтали такой вот робеспьер женский портрет гибкие как глаза стройные робеспьерки часто бывают астенического телосложения ну я исключение они узкоплечье это да и порой высокие это не я иногда заметно небольшая сутулость да даже постоянные занятия спорта практически никак не отражаются на их фигуре да 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 то есть я пытаюсь пытаюсь мои мышцы не накачиваются быстро и вообще не накачиваются их текучие не определенный облик хорошо дополняется длинными волосами и мягкой плавной речью удлиненное лицо большие глаза романтический образ мысли все это создает впечатление женственности хрупкости незащищенности держится мило мягко ненавязчивая и ненапориста одеваются они довольно скромно не стремятся сильно обнажить обнажатся цветовая гамма их костюма спокойная выбор часто делается в пользу однотонных вещей одежда хорошо смотрится на девушки этого типа за счет удачных стилевых решений это приятно слышать они за счет правильного сочетания тканей по фактуре или цветовых комбинаций как всякому интуитуры без пьерки не удается добиться чтобы она сидела как влитая уже для девушек этого типа характерно плохая координация движения уже говорили об этом они могут натыкаться на мебель выходить в дверь повернувшись спиной налетать на столы и стулья у них всегда ноги в синяках из-за своей рассеянности иногда забывают вещи или берут не то что нужно в школе обычно учатся весьма успешно со сверстниками ведут себя робко нерешительно застенчиво избегают шумных сборищ больших компаний держатся уединенно тихо на заднем плане ну нет я хоть я и стремилась в гущу все-таки у меня получалось не быть в эпицентре может быть правильно может быть это предрешено но я прекрасно стремилась они обладают определенным компетентизмом и как послушные девочки всегда делают уроки в немалой степени на них влияют ожидания родителей которых они не хотят огорчать в основе этого лежит их стремление избегать конфликтных ситуаций дома как впрочем и во всех других местах этим девушкам свойственно повышенная мечтательность некоторое расхождение иногда довольно значительное их представление о жизни самой жизнью как показала жизнь они часто на долгие годы сохраняют романтические отношения к действительно или к любимому человеку женщина рабеспьер 1920 года рождения сейчас ей 84 года человек исключительной порядочности и высоких нравственных правил рассказала такую историю о любви своей всей своей жизни в молодости я пришла работать в ней и встретила там его это самый лучший мужчина из всех с кем мне доводилось быть знакомой он был моложе меня на три года и между нами конечно ничего не могло быть но мы стали хорошими друзьями прошло какое-то время и он познакомил меня со своей невестой это была очень милая женщина я сказала ему что он сделал хороший выбор он женился и мы стали дружить втроем эта дружба прошла через всю нашу жизнь после того как умерла моя мама я считаю их самыми близкими людьми своей семьей я помогала им растить их сына а затем внука я всегда делала для них все что было необходимо и они относились ко мне так же три года назад лида умерла теперь юра единственное что у меня осталось да и у него если разобраться тоже нет никого кроме меня несмотря на свой лирический характер и любовь к уединению рыбеспьерки иногда любят повеселиться в узком кругу друзей им вообще свойственно дружелюбие и доброжелательность по отношению к тем кого они выбрали для себя в большой компании они ведут себя тихо и достаточно незаметно хотя рыбеспьерки бывают рады посмеяться и поддержать все общее веселье они все же редко выходят на первый план стараясь не привлекать к себе особого внимания эта девушка никогда не станет брать на себя роль тамады куда у меня был один опыт полный провал зато если среди друзей и знакомых найдется тот кто прекрасно справляется с этой ролью ей это очень понравится если вы решили взять рыбеспьерку в жены вы должны понимать что взвалить на нее одну все хозяйственные проблемы будет несправедливо эта хрупкая девушка нуждается в помощи и поддержке близких она будет благодарна вам если вы разделите с ней хозяйственные заботы возьмете часть домашних обязанностей на себя хорошо будет также присматривать за ее физическим состоянием заботиться о том чтобы она вовремя поела и легла спать принимать решительные меры чтобы вылечить ее от простуды было дело лечил меня муж при всей своей хрупкости и рассеянности ваша жена тем не менее рационал а потому определенный порядок в доме будет соблюдаться неукоснительно она также будет следить за тем чтобы дети получили хорошее интеллектуальное развитие и образование а вот физические наказания в вашем доме будут не в моде поскольку эта мама всегда обращается к разуму ребенка можно и нужно разговаривать зачем же доводить дело до рукоприкладства считает она когда все можно объяснить словами одним словом она стремится дружить со своими детьми и по мере возможностей избегать неприятных стычек она также склонна избегать конфликтов с мужем не чувствуя в себе сил отстоять свою территорию одним словом если вы выбрали жены Робеспьерку рядом с вами будет последовательная умная и романтичная спокойная слегка флегматичная положительная женщина из женщин этого типа получаются не только хорошие ученые работающие в научно-исследовательской области но также и прекрасные прекрасные работники гуманитарной сферы например редакторы или копирайтеры юристы аудиторы иногда их можно встретить в школе откуда они чаще всего все же уходят по причине того что им трудно поддерживать дисциплину в классе наверное я не пробовала с людьми Робеспьерки ведут себя мягко и миролюбиво они как правило послушны дисциплинированы, толковы, приветливы и со всеми равны болезненно переживают если кто-то из сотрудников относится к ним несправедливо и грубо в таких случаях они просто уходят в себя поскольку ничего не могут противопоставить этому нет я не позволяла не уходила в себя если вы хотите поддержать девушку Робеспьера постарайтесь просто развеселить ее несмотря на свой тихий характер и стремление всегда держаться в тени она очень отзывчива на добрую шутку и искренний смех вы увидите как она просияет и как будет вам благодарна за такую поддержку ну вот собственно что я хотела вам почитать о себе любимой не буду зачитывать про работу потому что ну для нас это не важно если вам интересно вы просто почитайте если вы тоже Робеспьер вы безусловно прочитаете это все ну ладно в общем значит еще раз напоминаю это называется тест по соционике развлеките себя определите свой соционический тип наверное это полезно для руководителей такая информация довольно точно да ну может быть там некоторые нюансы исключая некоторые нюансы а вот сравните вы себя ну поотвечайте на вопросы и сравните с тем описанием согласны вы с ним или нет ну в общем вот я вам хотела снять такое видео надеюсь вам было интересно и если это так не забудьте поставить пальчики вверх если вы впервые на моем канале вам понравилось мое видео подписывайтесь на мой канал нажмите колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео а я с вами прощаюсь желаю всего самого интересного всего самого лучшего до новых встреч в новом видео пока с вами была Аюна Коновалова